В республиканской партии США сейчас разворачивается дискуссия о том, какой партия будет дальше в ближайшем будущем. В общем, уже всем понятно, что Трамп банально ведет игру как паяц перед публикой и никаких доказательств подтасовки не предоставит, а потому ротация власти уже неизбежна. Именно по этой причине надо вырабатывать стратегию поведения на следующие четыре года до президентских выборов. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько Трамп является той фигурой, на которую можно будет поставить в 2024 году. С одной стороны, если такое случится, Трампу тогда будет аккурат столько же, сколько сегодня Байдену. А ведь все прекрасно помнят, как в ходе предвыборной кампании Трамп жестко проходился по возрасту Байдена и его умственным способностям. Количество его разных шуток, типа «Медляк Джо» или «Джонни Спи» было просто огромным и порой казалось, что это и есть основной мотив предвыборной кампании Трампа. Но вот через четыре года ему будет ровно столько же, и если нелегкая основа понесет его на выборы, и при этом Трамп будет в состоянии баллотироваться, или вообще будет он или нет, кто-то обязательно сделает нарезку из его собственных выступлений для того, чтобы бить его самого его же собственными словами. Только если брать прицел на кампанию 2024 года с Трампом в качестве кандидата от республиканцев, то все эти четыре года Трамп уже просто обязан будет осуществлять лидерство в партии, а значит активно и много работать именно в плане партийного функционера, что не очень вяжется с его фигурой. Это вряд ли устроит его самого, да и партию консервативного толка тоже это не сильно бы устроило. Только вот республиканская партия уже совсем не та, что была четыре года назад. Сами видные республиканцы говорят о том, что за годы своей каденции Трамп окончательно переформатировал партию по своему образу и подобию. Теперь это вождицкая партия, базирующаяся не на консервативной, а на популистской риторике. Причем об этом говорят сами республиканцы. Так социолог республиканской партии Уит Эйрс сказал буквально следующее «Мы никогда не вернемся к тому, чтобы стать традиционной республиканской партией из-за популизма, который возник в Америке». То есть республиканцы решили отойти от своих консервативных ценностей и ответить на общественный запрос популизма, которому Трамп соответствует лучше, чем кто-то другой из рядов республиканской партии. В самом деле, даже проиграв выборы, Трамп набрал рекордное количество голосов для республиканского кандидата за всю историю. Да, Байден набрал еще больше, но из республиканцев никто даже близко не приблизился к Трампу по этому показателю. Кроме того, Трамп не устает говорить о том, что именно на его авторитете республиканская партия не просто не потеряла на выборах верхнюю и нижнюю палаты парламента, но даже несколько укрепила свои позиции. Более того, социологические исследования показывают, что около 90% тех, кто проголосовал за Трампа, до сих пор считают его период правления крайне удачным и готовы поддерживать его и дальше. Так что республиканцы сейчас вышли на развилку, на которой они либо погонятся за голосами, либо во главу угла вновь поставят свои базовые принципы. Похоже на то, что они решили, что 20 баксов все же лучше, чем старые республиканские традиции и принципы. Но есть еще одно наблюдение, сделанное в ходе этих выборов. Считается, что Трамп проиграл потому, что против него проголосовали за житочные пригороды, а крупные мегаполисы и так голосовали за демократов. И наоборот, основной электорат Трампа – глубинка, село и небольшие городки. Но социология показывает, что урбанизация в США набирает обороты и пропорция численности населения будет все более сдвигаться в сторону города. Может получиться так, что отбросив республиканские идеалы и пойдя за личностью, которая апеллирует к не очень образованной и агрессивной части общества, можно просчитаться, поскольку такого населения станет физически меньше. Правда, Трампа в овальном кабинете и вне его наверняка будет не одно и то же. Насколько ему удастся удерживать на себе внимание от мобилизованной части населения США, не берется прогнозировать и никто. Очевидно, что пока он занимает кресло номер один, он смотрится наилучшим кандидатом на следующих выборах. Только вот нынешнее положение, дающее максимальное внимание прессы и, между прочим, иммунитет от различного рода расследований, судебных исков и банкротств, продалится чуть меньше двух месяцев, а затем для Трампа начнется другая реальность. И вот тут возникает очень большой вопрос, а сможет ли он вести себя так нагло, вызывающий и по-хамски, без всех этих президентских ништяков, которые уберегали его от любых неприятностей четыре года. Все идет к тому, что после дембеля у Трампа возникнет множество очень неприятных мероприятий разного характера, и плюс к этому, брать и открыто хамить, как он это привык делать за четыре года, может оказаться весьма накладно. А так уж случилось, что его популярность и его влияние напрямую зависят от того, насколько агрессивно он ведет риторику, противопоставляя друг другу различные части общества. Без президентского счета эта риторика может закончиться очень плохо, и Трамп это сам прекрасно знает. С другой стороны, в республиканской партии есть потенциальные лидеры, которые сейчас банально находятся в тени Трампа. Сейчас альтернативы ему рассматриваются лишь в том случае, если Трамп не захочет или не сможет по каким-то причинам выставить свою кандидатуру на следующие выборы. Так, в обоими партий прямо сейчас имеются сенатор Том Коттон из Арканзаса, бывшая губернатор Южной Каролины Ники Хейли, сенатор Джош Хоули из Монтаны и некоторые другие. Но сейчас речь не о них, а о том, что собой будет представлять республиканская партия. Ведь в популизме всегда обвиняли левое крыло демократической партии. А в зависимости от текущего положения и всю демократическую партию. Но вот оказалось, что республиканцы отыграли каденцию не на своем поле и, получив президента-популиста, всей партии ушли в эту сторону. И теперь по части популизма именно трамповцы стали лидерами. Тем не менее, все эти рассуждения упускают одну существенную деталь. Ведь против Трампа проголосовало тоже рекордное количество избирателей и демократ Байден вообще набрал абсолютно рекордное количество голосов. Осознание именно этого момента к республиканцам начнет или не начнет доходить не ранее 20 января, когда за Трампом закроется дверь Белого дома. Через небольшое время после этого станет понятно, осталась ли в США республиканская партия или уже нет?